Я начну с такого изречения, хорошо многим известного, что народ, не знающий своего прошлого, лишен будущего. Поэтому сейчас я, как раз, и затрону некоторые чисто исторические моменты, факты, которые не являются достоянием общественности, так скажем, на старом жаргоне выражусь, на советском. И обращу ваше внимание, вот здесь в основном все физики, что инерции обладают не только физические тела, есть еще такая категория, я ее называю инерционность или инерция мышления. Это качество, оно присуще абсолютно всем людям. А посему прошу не спешить с выводами, когда вы что-нибудь услышите такое необычное, неизвестное для вас. Не торопитесь с выводами. Просто пусть этот материал будет для вас расценивать его не как какую-то догму или какое-то научное открытие или еще что-либо, а просто, как, помните, в 17 мгновениях весны, информация для размышления. Поэтому не торопитесь, потому что пройдет какое-то время, может быть год, может быть больше, и все равно это станет достоянием гласности абсолютно всего населения. И тогда вы, может быть, вспомните, что да, а кто-то когда-то вам чуть пораньше говорил об этом. Категория диалектика, вы все должны еще с молодых лет помнить, это единство и борьба противоположностей. То есть инь, янь, плюс, минус, добро, зло, то есть они постоянно, они всегда присутствуют, они всегда находятся во взаимодействии. Это главное условие существования нашего физического трехмерного мира. Так же, как у этой физики, сила движения и сила сопротивления движения, то есть сила трения. То есть эти противоположности существуют всегда. Так вот, значит, борьба с силами добра и зла тоже происходит постоянно и всегда. Вот. Ну, вспомните 21 декабря 2012 года, когда абсолютно все средства массовой информации, в особенности телевидения, вот, с утра до вечера нас пугали концом света. И в новостных программах об этом говорили, там, приводили для примеров, там, и календарь Майя, там, и разные другие источники, там, что пугали. Да, вот, все, мы погибли, там, нет, ничего, мы не погибли. Как видите, мы вот собрались, обсуждаем какие-то темы, вот. Но это на самом деле прошел, конец света состоялся, но это был конец света для сил зла. Почему-то я упомянул о том, что борьба между силами зла и добра происходит всегда и постоянно, и будет происходить постоянно. Никогда не наступит такого момента, когда или силы добра на 100% окончательно раз и навсегда победят, и так же, как и не настанет момента, когда силы зла победят окончательно. Вот. Они постоянно будут во взаимодействии, в борьбе. Почему-то и не я тоже я вам упомянул. Вот. Это основное определяющее условие существования нашего мира. Вот. Значит, так вот, просто закончился период Кали-Юга. Это по индийской терминологии. Он закончился всего-навсего. Вот. Или по славянской терминологии, это ночь сварога. Вот. Опять же, с молодых лет вы все помните, знаете, что цивилизация развивается по спирали. Вот. Поэтому, если взять только всего-навсего один виточек с этой спирали, получаем окружность. Вот. Она делится на четыре периода. Вот. По индийской философии, значит, да, Кали-Юга, там два пара-Юга. Трета-Юга, Сатя-Юга. Вот. По славянской терминологии, это ночь сварога, затем вечер сварога, ой, ночь сварога, утро сварога, день сварога и вечер сварога. Вот. Эти периоды чередуются, здесь ничего необычного нет. Это точно так же, как вы привыкли все, и даже дети малые знают, что день сменяется вечером, потом наступает ночь, потом утро и так далее. Вот. Так вот, вот эти периоды, они просто более продолжительные. Ну, вот второй пример тоже, с которым каждый день мы сталкиваемся постоянно, всю жизнь. Это зима сменяется весной, там, значит, летом, осенью и так далее. Так вот, а вот эти периоды, они более продолжительные. Ну, это естественный процесс, здесь ничего удивительного нет. Это не придумка каких-то философов, эзотериков. Это естественный процесс. Вот. Так вот, ночь сварога закончилась. Вот. Но сейчас это смена этих периодов. Это не щелчок выключателя, что подошел в комнату, щелкнул выключатель, раз, загорелся свет, стало светло. Нет. Эти периоды, они длительные. Поэтому сейчас идет переходный период. То есть, само еще утро, утро сварога, не наступило. Идет так называемые предрассветные сумерки. Вот. Что? Сейчас бык. Ну, можно так сказать. Вот. Так вот. Но, тем не менее, утро все равно наступит. Так вот, я даже уже почитал, я многие труды пересмотрел. Вот. Есть такой человек, значит, генерал... Ой, выскочила фамилия. Ладно. Значит, он с точки зрения математики... Это генерал царской армии. Значит, он с точки зрения математики тоже произвел свой... Машков. Вот, вспомнил фамилию. Генерал Машков. Значит, он с точки зрения математики все это почитал. И вот, все... Он именно рассчитал все эти периоды там развития цивилизации, общества, стран там разных там и так далее. И по его расчетам получается, что окончательно утро Сварога наступит где-то в 2025-2026 году. То есть, уже все. Тогда солнце, как говорится, образно говоря, из-за горизонта подымется. Вот. И будет светить. Вот. Так вот, а сейчас пока идет этот период, период пробуждения. Все человечество находилось в многовековом состоянии сна. Вот этот период Кали-Юга или Ночи Сварога, это был период, когда главенствовали все низменные качества человека. Вот. Жажда наживы, там, значит, ложь, там, значит, и так далее. Самые там, ну, самые отрицательные качества, которые всем известны. Вот. В этот период они как раз главенствовали. Вот. Поэтому мы сейчас не удивляемся. И даже вот и жена моя, да и вы наверняка где-то там в личных разговорах говорите. Да, сейчас время такое, сейчас вот все только о деньгах думают. Так вот, это время кончилось. Вот. Начался переходный период. Вот. Когда будут возрождаться все самые такие, не низменные, а наоборот, такие высшие чувства. Там, долг, честь, вот, правдивость и прочее, прочее. Вот. Так вот, сейчас я вам на примерах, на конкретных примерах, я постараюсь приводить вам примеры такие, которые вы можете самостоятельно проверить сами. Не верить мне на слово, это будет неправильно, когда на слово где-то поверите, там, кому-то. Вот. Самое правильное будет, и я сам такой точки зрения тоже придерживаюсь, вот, перепроверять. Вот услышал информацию от какого-то человека там, да, знакомого, приятеля, я ее перепроверю. Так вот, и вам сейчас, я даже подскажу, как вы можете перепроверить, но, тем не менее, вам сейчас попытаюсь подсказать такие, показать, вернее, вещи довольно потрясающие. Вот. И начну, значит, с того, значит, так называемая визитная карточка Санкт-Петербурга. Вот она. Это скульптура «Медный всадник». Значит, «Медный всадник». Казалось бы, да, спроси любого, человека, считающего себя эрудированным, там, образованным, кому поставлен этот памятник? Любой человек, который говорит, «Петру Первому». Вот. Как же, его со школы об этом учили. Так я вам сейчас докажу и покажу на этом памятнике, что это ложь, это бред, это обман. Вот. Это не Петру Первому памятник был поставлен. Вот. Примеры на чем сейчас. И вы можете прямо хоть сегодня вечером пойти и проверить, и увидеть сами, своими глазами. Просто некоторые вещи и я тоже в свое время не обращал внимания. Проходил мимо внимания, вот и все. Значит, первое. Во-первых, да, у Петра Первого была любимая кобыла, лошадь, кобыла женского рода. Вот. Лизетта, звали ее, кличка у нее была, Лизетта. Чучело этой лошади, этой кобыла, оно до сегодняшнего дня хранится в зоологическом музее города Санкт-Петербурга. Вот. То есть, тоже можете удостовериться. Это в понедельник, вот здесь принимал в понедельник участие и делал доклады Саль Сергей Эльбертович, хорошо вам известный. Значит, я ему об этом тоже сказал. Он, ясное дело, тоже не поверил. Это нормальное явление. Вот. И мы тогда вечером, после окончания работы Конгресса, поехали вдвоем, значит, на осмотр двух объектов. Значит, первый объект был, значит, это Исаакиевский собор, там тоже интересные вещи я ему показал, значит, и второй медный всадник. Так вот, значит, так. Вот, посмотрите. Я не зря сказал, что у Петра Фира была лошадь женского рода. А здесь, а, ну-ка, тут темно, не видно. А видно, вот. Это не женский половой орган, это мужской половой орган, это жеребец. Вот. Это не лошадь, это конь. Это первая лошадь. Первое несоответствие, несостыковка. Во-первых, вы знаете, вот, что существует, так называемый, ну, как бы, дресс-код, или там, короче, какие-то правила. Когда изображают, делают портрет какого-то государственного деятеля, да даже вот вам сейчас кто-нибудь предложит, давай-ка сделаем фотопортрет, допустим, и разошлем, значит, вашим друзьям, знакомым, родственникам, значит, на память, на всю оставшуюся жизнь. Вот. Ну, фотографируют тебя, значит, там, в виде, допустим, какого-нибудь там нищего или бомжа там. Ясно дело, любой из вас возведет, скажет, да нафиг мне это нужно, вот, чтобы в одежде бомжа какого-нибудь там, или алкоголика, меня сфотографировали. Так, а тем более, когда речь идет о государственных деятелях, там, вообще, там, подход очень строгий. Вот, значит, так вот, значит, а здесь медный всадник, назван якобы памятником Петру Первому, тут полнейшее нарушение от начала до конца всех этих требований. Значит, ну, по лошади разобрались, да, что это не лошадь, это конь, жеребец. Второе. Второе. Значит, Петр Первый чем в памяти запомнился? Я еще со школьницком не помню, что, да, когда якобы Петр Первый пришел к власти, значит, он, значит, сразу же все перевел на европейский манер. Во-первых, одежду, армию всю, значит, перевооружил, переодел, значит, европейские мундиры, шатки-треуголки, парики ввел, значит, в обязанностях, вот. Оружие, значит, в армии у офицерского состава было эти сабельки, эти чисто европейские такие шпаги, да, да. Вот, данный конкретный памятник, медный всадник, смотрите, а на левом боку у него висит скифский меч. Именно скифский, вот, то есть древнеславянский меч. А, вот, увеличивается, видите, вот, именно меч, не сабелька какая-нибудь, рапирка, вот, а меч, вот, на рукоятке, там, голова этого, типа, дракона, там, или, там, ну, какого-то зверя, вот. Это не европейская сабелька, вот. Дальше, значит, следующее, сидит Петр Первый на коне, а лошадь-то этот, конь, вернее, жеребец, без седла, вместо седла поселена медвежья шкура, вот она, видна, медвежья шкура. А седла нету, и нету стремян, ну, не царское-то дело сидеть на лошади без седла и без стремян. Никто так не делает. Так ездили только лишь на конях скифы и сарматы, это опять, это древние славяне. Именно так они ездили, без седла, на шкуры стелили, на круп лошади. Вот, следующее, Петра Первого высошкольной скамьи должны помнить на портретах, там, или, там, если в музей пойдете, он своих, как правило, в своих любимых ботфортах, сапогах таких, да? Вот, здесь сидит товарищ на этой лошади в банных тапочках, я так грубо назвал банными тапочками, то есть, вот, босая нога, и здесь вот банные тапочки. Вот, ну, опять же, что такое? Какой, что за подход? Императора всея Руси друг изображают в банных тапочках. Вот, ну, не делай это. Следующий момент. На нем накинут плащ, видите, плащ. Так, по обшлагам, по краям этого плаща свастичные узоры. Древние свастичные узоры. Но, ну, тут яркость слабенькая. Да, вы видите, что яркость здесь слабенькая, поэтому все равно не увидите. Вот. Видно, видно, видно. Это лучше пройдете сами, посмотрите, сфотографируйте и убедитесь. Потому что на словах я могу сейчас наболтать все, что угодно. Поэтому я вам предложил, перепроверяйте меня, убеждайтесь. Вот. Так вот, как-то так. Император всея Руси и вдруг древние свастичные эти узоры здесь идут. Вот. Только там свастика, лепестки сделаны в виде как лепестков клевера. Не такая классическая свастик, как в Третьем Рейхе использовалась, да? А там цветки, лепестки клевера. Но они изображают вот эти свастичные узоры. Вот. Следующее. Значит, под ногами у этой лошади, у нынешней, у коня, значит, под ногами у него... А, вот эту фотографию я сюда не включил. Значит, какой-то червячок непонятный, да? Я, грубо говоря, называю его солитером, который из заднего проходного отверстия этого коня выполз, и теперь конь его давит. Вот. Нам его преподносится вроде как какой-то змей-дракон. Ничего подобного. На самом деле, реально, там был дракон, самый настоящий дракон. То есть его туловище было, пасть разъянутая там и прочее. Вот. Так вот, в первозданном виде этот памятник, он выглядел, значит, так же, как вот если прямо сейчас вот вы достанете, наверняка у кого-то в кармане есть или 10 копеек современных, или 50, лучше 50 копеек. Вот. Там более крупного размера. И посмотрите. Это прямо один к одному Георгий Победоносец. Вот. Единственное, сделали что, фальсификаторы истории умышленно сделали такую штучку. Значит, помните, когда еще в лихие 90-е годы, когда все, ломка Советского Союза была, значит, была мода убирать памятники советского периода. И памятники, допустим, Владимиру Ильичу Ленину, к примеру, во многих городах не сносили, не убирали, а просто голову обрезали, этого Ленина, да, и на место ленинской головы ставили голову, допустим, писателя какого-нибудь там, поэта там, ну, неважно, какого-то другого деятеля. Вот. И все. Ленинский памятник реально исчез, вроде, казалось бы, появился другой памятник. Так и здесь. Именно по этому пути и пошли фальсификаторы. Они взяли голову того реального товарища, кому был памятник установлен, взяли, срезали, поставили в голову другую, вот, похожую, пусть довольно отдаленной, но похожую на Петра Первого. Дальше кисть тоже обрезали, кисть сжимала копье, которым этот седок поражал этого дракона, который, значит, находился под ногами лошади. Значит, вот и все. И вся реставрация. Вот. Почему я так об этом говорю? Дело в том, что еще во времена Елизаветы, значит, был такой случай. Приехала торговая делегация из Японии. И японские вот эти коммерсанты, они длительное время находились, значит, в Питере. Вот. Ну и смотрели, значит, там, окружающие, значит, достопримечательности. В том числе и медного садника смотрели. И когда они вернулись назад в Японию, они поделились своими впечатлениями в местной газете. Я сейчас название, честное слово, газеты не помню. Ну, могу поискать, у меня где-то записано. Значит, да это не суть важная. Важно другое. Поместили, значит, газету, в местную газету японскую, репортаж, значит, впечатления, значит, о пребывании в Питере. Так вот, и там среди этих впечатлений текстуальных, так, да, значит, было и такой вот рисунок. Вот, значит, что под ногами дракон, дракон. Но, правда, здесь рисунок такой, не ахти какой, да, вот. Ну, по крайней мере, на словах они говорили в тексте этого сообщения газетного. Там было, как раз, что, да, дракон под ногами у коня, значит, там все, и пасть разинута, и прочее, прочее. Вот такой вот не очень качественный, но рисунок. Это в японской газете. Так, я про что и говорю, да, этот рисунок получился так, со слов этих японской делегаций, это не художник прямо видел и рисовал, копировал, да, нет. Он со слов этих торговцев, которые побывали в Питере и вернулись, он со слов и нарисовал. Сам этот художник не видел глазами. Вот. Важен там просто сам факт, вот, что реально сейчас, от этого дракона на Медном всаднике остался только лишь хвост, а туловище убрали. Когда убрали? Время, когда убрали, я не могу сказать, я при этом не присутствовал. Но самое интересное, там еще осталось на передней части этого, ну, памятника Медного всадника, значит, осталась там когда-то была большая металлическая табличка, значит, ну, как на многих памятниках помещается. На этой таблице как раз и было написано, значит, кому был посвящен этот памятник, когда он был возведен там и прочее, прочее. Таблицу эту сняли. И вот я Салю как раз показал, значит, он это фотографировал на свой фотоаппарат. Вот. Сейчас он просто по семейным обстоятельствам отъехал, значит, но когда вернется, вот, эту фотографию я у него заберу, значит, место крепления осталось, то есть, вот, если смотреть на памятник, сейчас я вам подскажу, если кто-то хоть сегодня, хоть завтра, там, или воскресенье захочет меня проверить, пожалуйста, я вам подсказываю, как найти. Вот, допустим, вид сверху сейчас нарисую схематично, вот этот, так называемый, гром камень, да, вид сверху. Вот, допустим, вот эта вот лошадь, условно, пусть это будет лошадь, конь, да, так вот, вот здесь вот река Нева, вот, река Нева протекает. Так вот, бирка, вот эта вот, она висела спереди, то есть, вам надо будет встать вот именно вот сюда, вот здесь вот, с правого бока, и вот чуть-чуть вперед, вот под этим углом великолепно, изумительно, видны вот эти места крепления этой бронзовой таблицы, которая когда-то висела. До сегодняшнего дня это место крепления есть, реально присутствует. Просто таблица сама снята, но место крепления четко видно. Если вы будете смотреть отсюда, вы не увидите ее. Она вот только вот с этого ракурса великолепно, изумительно видна. Это, по-видимому, зависит от освещения. Это таблицу сняли не вчера, не сегодня, не год назад. Сняли ее, может быть, там, 50, может быть, 100, может быть, 200. Но не только бомжи на металлоломку, что ли. Я еще раз повторяю, сняли не 5 лет назад, не год назад, а, может быть, 100 лет назад. Я не знаю, я при этом не присутствовал. Но место крепления таблицы четко видно. Вот. И в совокупности всех вот этих аргументов, что я вам сейчас привел, то есть, что это не лошадь, Лизета, любимая лошадь, любимая кобыла Петра Первого, а это жеребец, я вам показал, да, вот, вы тоже можете пройтись, и вы тоже удивитесь, ахнете, а как же так? Нам говорят, что это лошадь Петра, а это жеребец, вот. Это детали, понимаете, мы сюда не поясним. Так вот, в совокупности, я сейчас все, в совокупность свожу, в совокупности получается, что памятник это был не Петру Первому, а кому-то другому. Фамилию, имя, отчество этого товарища, который до лошади сидит, я не могу сказать вам, вот. Но предположить, я могу, почему я предложил залезть в свой кошелек сейчас, достаньте монетку, 50 копеек, вот. Но один к одному сходится с этим, Победоносцем, да, вот, убивающим змея. Вот, вот и все. Единственное, что только сделали, как вот в советское время, голову обрезали, заменили, и кисти руки обрезали вместе с копьем. Так, сколько осталось? Ой, елки-палки, как я заболтался. Хвост, остался только хвост от змеи. Вот, так. Вот, чего я и боялся. Так, ладно, вот вы удивляетесь, это сейчас буду сокращать. Удивляетесь, что как в фальсификации переделка истории провести невозможно. И что истории пишут и формируют журналисты и писатели. Вот этого товарища вы отлично знаете. Это в определенной мере правильно. Но у нас появились все основания утверждать, что новейшую отечественную историю пишут и фальсификаторы. Это выступает в Госдуме. Фракции Компартии Российской Федерации в Государственной Думе располагает информацией, которую необходимо, конечно, тщательно проверить через проведение парламентского расследования о том, что в начале 90-х годов прошлого века под крышей администрации президента Бориса Ельцина была создана мощная команда специалистов по подделке исторических документов советского и в основном сталинского периода с одной целью – опорочить советское правление и уравнять сталинизм с фашизмом. В группу вошли сотрудники российских спецслужб, а также 6-го института генерального... Ну ладно, я остановлю, вы поняли, что я не шутку шучу, я о серьезном моменте говорю. Он выступил не где-то там в Курилке, в Госдуме, с трибуны Госдумы, значит, выступил и сказал о том, что массово подделывались архивные документы в Государственном архиве России. Переделывались. Поэтому там сейчас подложные документы находятся. И вот он, даже выступая в Госдуме, он как раз и доставал, ну, в целях экономии времени, я сейчас, поэтому я остановил ролик, вот, он прямо доставал, говорит, вот вам, пожалуйста, пакет печати этих, которые ставили на фальшивые документы, вот вам факсимиле подписи Сталина, Берии, там, и прочих, прочих, все это показывал, вот, все это демонстрировал. Потому что он вышел на контакт с человеком, который работал в этой группе по фальсификации документов. Так вот, это он для чего привел? Да потому что фальсификацию документов проводили всегда. Почему говорю, период Кали-Юги, который был, и 19-го года, в 19-м году закончился, вот, когда главенствовали силы зла, вот, вот, в этот период, как раз все это и делали. Петр Первый, кстати, между прочим, вот вчера в докладе, значит, товарищ Лейман упомянул штришком, просто, что Петр Первый был подменен, вот, абсолютно правильно. Я его просил, говорю, расскажи чуть поподробнее. Он говорит, да это хватит этого, вот, реально был подменен, поэтому настоящий Петр Первый, истинный русский, российский Петр, царь, он был помещен в крепость Бастилия. Вот, значит, дальше, а вот, ну ладно, придется сейчас так уже выборить. Еще в 1697 году официальную надгробную речь памяти шведского короля Карла XI писали все еще по-русски, но уже латинскими буквами. Значит, это тоже реальный документ, ныне сегодня существующий, это не вымысел журналистов каких-то. Подлинник этого документа находится в библиотеке города Упсала, это в Швеции, вот, там находится подлинник этот. Это плачевная речь, то есть похоронная речь на похоронах короля Швеции Карла XI. Значит, она произносилась, ну, этим, официальным церемонимейстером королевства, значит, на русском языке в Швеции. Почему вдруг на русском языке? А причину я сейчас вам скажу. Да потому что это, вся Европа, значит, была, принадлежала к такому государству, как Тартария. Вот. Было, существовало. Это, опять же, это не бред, не журналистский вымысел какой-то. Я сейчас назову себе пометку, поставьте, потом проверите меня по интернету, прочтете. Есть в интернете это еще, пока, к счастью, к радости есть. Еще не изъяли. Значит, это британская энциклопедия. Первое издание британская энциклопедия 1771 года. Только в первом. Во втором из последующих изданиях уже все это изъято. Нет. А в первом издании есть. Там как раз и текстуальная часть говорится о государстве Тартария. С буквой Р. Тартария. Вот. И карты приводятся. Так вот, я сейчас на словах вам скажу. Значит, согласно этой британской энциклопедии, территорию какую занимала эта Тартария? Во-первых, вся Европа. Дальше территория нынешнего, ну, бывшего, вернее, Советского Союза, то есть нынешней России. Дальше Северная Африка входила в государство Тартария. Ближний Восток. Азия абсолютно вся. За исключением Китая. Только, ну, Китай там был совсем маленький, небольшой, балюсенький. Вот. Дальше. Северная Америка входила в территорию государства Тартария. Вот. И опять же, это не бред северной кобылы. Где-то пару лет назад и в новостных программах, в программе «Время» об этом показывали и говорили. Путин, наш президент, приехал сюда, в Питер, и к географическому обществу подарил, как бы, на память, там, как раз вот карты и Тартария, значит, там целые, там, сборники, там, и так далее. Вот. Так вот. Но это было уже Калиюга, или вот период этих зла. Он уже царствовал вовсю. Оно уничтожалось, это государство Тартария. Вот. Поэтому это уже было с половины, даже больше сейчас с половины государства. То, что реально Тартария, это древнеславянское государство, занимало, как не удивляйтесь, это не бред северной кобылы, но практически весь земной шар. Вот. Это было единое славянское государство. Вот. На всем земном шарике. Две религии там, хотя, в принципе, не религиями назвать, ну, назову религии. Две религии там главенствовали. Это православие, не христианское, без приставки, без слова христианское, а просто православие и мусульманское, мусульманство. Вот. Поэтому и писали там тогда и на древнеславянском, и разговаривали, говорили на древнеславянском. Вот. И также и арабский язык тоже был в ходу, ну, на одинаковых правах. Вот. Вот. Жалко, да, я заболтался на этом примере. Ну, если захотите, я вам на круглом столе тогда продолжу, если захотите. Потому что я кучу интересных фактов не привел вам. Ну, по крайней мере, здесь вот написано по-русски, но латиницей. Вы сейчас, наверное, не будете в диковинку ни для кого. Знаете, что и в интернете многие сейчас пишут латинскими буквами, но по-русски. Знаете же, да? Вот. Так вот и здесь. Вот. Читайте, вот. Вот. Славного, благочестивого и милостивого нашего государя, так, не ниже, и Бога спасенного, когда его королевского величества от души оставленное тело, с подобающими почестями, там, и прочее, прочее. То есть по-русски написано. То есть Швеция говорила на русском языке. А не только Швеция, вся его...